Здравствуйте, вы смотрите выпуск StopFakeNews. Мы рассказываем о манипуляциях и пропаганде в масс-медиа и опровергаем неправдивую информацию о событиях в Украине. Меня зовут Марго Гантар. На прошлой неделе российские СМИ манипулировали темой референдума в Нидерландах и вырвали из контекста цитату голландского премьер-министра, а также в очередной раз разгонялась тема о требованиях автономии у Румын-Буковины. Теперь подробнее. Российский сайт Украина.ру и ряд других Кремлин Пресс, Нью Информ, а также пророссийские новостные агентства Харьков и Информбюро сообщили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютто якобы хочет отменить любые референдумы и хочет это сделать именно из Украины. Так Украина.ру приводит цитату из его выступления. «Я категорически против референдумов и я категорически, категорически, категорически против референдумов по многосторонним соглашениям, потому что это не имеет смысла, как мы видели по референдуму в Нидерландах». Сайт называет это выступлением против достижения европейской демократии, к которому, исходя из заголовка статей, подтолкнула Нидерланды и именно Украина. Однако на самом деле эта цитата вырвана из контекста. Из выступления Марка Рютты во время встречи парламентариев стран Евросоюза в Гааге. Видео события есть в открытом доступе на YouTube. «Премьер-министр Нидерландов говорит только о референдумах по многосторонним соглашениям. Отдельная страна не может решать за всю Европу». Вот его цитата. Рютты имеет в виду то, что результаты референдума в Нидерландах, которые носят рекомендательный характер, могут повлиять на политику Евросоюза в целом, так как 28 других государств-членов ЕС ратифицировали соглашение с Украиной. Он заявляет, что референдум об ассоциации Украины и Евросоюза, как пример референдумам по многосторонним соглашениям, привел к катастрофическим результатам. СМИ не устают муссировать тему автономии, которую якобы требуют и требуют румыны-буковины. Так в этот раз об этом сообщило украинское агентство «Украинские новыны». Решение президента предоставить территориальную автономию крымским татарам создало правовой и политический прецедент, в рамках которого все компактно проживающие в Украине национальные общины могут претендовать на аналогичный статус. При этом мы, румыны-буковины, имеем особые обстоятельства для лидерства в этом вопросе, говорится в материале агентства. Это заявление якобы от Совета Ассамблеи румын-буковины. После появления этот материал был молниеносно опубликован как украинскими изданиями, обозревателем, каналом 112, так и российскими крупнейшими агентствами – ТАСС, Russia Today, Украина.ру и другими. Через несколько часов новость была удалена из первоисточника. При этом никаких комментариев по этому поводу ни на сайте, ни в соцсетях украинских новин не последовало. Чуть позже сайт обозревателей и канал 112 тоже удалили фальшивку. По поводу же самой новости, то еще в прошлом году местные румынские активисты опровергли даже само существование подобной ассамблеи. Российская газета «Взгляд» опубликовала новость о том, что в Госдепе США заявили о вреде санкций против Российской Федерации для американского и европейского бизнеса. В тексте новости якобы процитированы слова Дэниела Фрида, координатора санкционной политики Госдепа США. В процессе принятия решения в целом, а особенно при введении санкций, не пытайтесь избежать проблем. Санкции приводят к нежелательным последствиям и всегда имеют цену. Есть американские компании, которые постоянно приходят в мой офис и говорят о тех потерях, которые они несут. Так что это происходит не только с европейскими компаниями. Новость перепечатали РЕН-ТВ, Риафан и другие. На самом же деле Фрид заявил совершенно другое. И это легко проверить, так как запись его выступления на круглом столе в Вашингтоне доступна на YouTube. Его речь начинается с 27 минуты записи. Он заявил, что да, действительно, много американских компаний заявляют об ущербе от справедливых санкций против России. Но зачастую они очень сильно преувеличивают или связаны с пророссийским лобби, у которого без преувеличения не получается. Но об этом ни одно из вышеуказанных изданий не упомянуло. Дэниел Фрид подчеркнул, что именно в контексте российских санкций Америка и ее европейские партнеры научились действовать сообща и слаженно, разрабатывая эти санкции в тесном партнерстве. Ряд украинских и российских СМИ в заголовках своих материалов исказили смысл слов министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца. Издания сказали, будто бы Австрия выступает за отмену секторальных санкций против Российской Федерации, что отличается от контекста сказанных слов и может вводить в заблуждение. Так, украинский сайт Униан опубликовал новость с заголовком «В Австрии предложили постепенно отменить санкции против России». Похоже, заголовки также подали Украинформ, Телеграф, новостное агентство Харьков, Политруи и другие. Новость была подготовлена на основании материала Reuters. Глава МИД Австрии призывает к улучшению отношений с Москвой. В ней говорится о том, что Себастьян Курц во время телешоу 18 июня предложил постепенно отменить антироссийские секторальные санкции только при условии выполнения Кремлем условий Минских соглашений. Однако подобные предложения без обсуждения и принятия внутри стран ЕС голословны. Я считаю, что мы постепенно должны прийти к другому режиму отношений. Я считаю, что мы сможем найти мир на нашем континенте вместе с Анне против России. Я считаю, что мы пошагово должны отменить санкции за выполнение Минского протокола. Я считаю, что это будет сильный сигнал движения навстречу со стороны ЕС и надеюсь, что он будет соответственно воспринят Россией. Это потребует еще долгих дискуссий внутри ЕС, сказал Курц. Это был выпуск Стопфейк Ньюс. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если вы увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку. Больше опровержений вы найдете на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok